Главный храм Православной Церкви Казахстана отметил престольный праздник. Успенский кафедральный собор в Астане стал одним из украшений святыни города. Самый большой православный храм Центральной Азии был построен при непосредственном участии президента Республики Нурсултана Мазарбаева, а освящен святейшим патриархом московским и всеярусей Кириллом. О больших торжествах в соборе рассказывают наши коллеги из митрополитического округа в Республике Казахстан. Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе возглавил митрополит Астанайский и казахстанский Александр. Главе митрополитического округа в Республике Казахстан сослужили епископ Карагандинский и Шахтинский Севастьян, епископ Усть-Каменогурский и Синепалатинский Амфилохий. Гостями праздника стали послы России, Белоруссии, Соединенных Штатов Америки, Грузии, в Республике Казахстан, представители дипломатических миссий Болгарии, Чехии, Италии, апостольские нумцы в Республике Казахстан, архиепископ Мигель Маури Буэндиа, делегация католической епархии Конверсана и Монополи во главе с епископом Доменика Падавана. Мы суть праздника молитвенно отмечаем. В Рождестве бевство сохранило Иси, во Успении мира не оставило Иси Богородице, приставилося Иси к животу, мать и сущей живота, и молитвами Твоими избавляешься от смерти души наши. Это великий праздник. Богородица покинула нас хотя бы, телом уснула, но она не покинула нас, конечно. Она молится за нас там на небесах у сына своего, вымаливает за нас грешных. Прости нас Господи, Богородица. Мы первый год, как бы, вот, пост держали в спинский праздник, поэтому, как бы, вкладываем, ну, немалое значение. Пока только познаем это все, стараемся, ну, и, как бы, приобщаемся к церкви, так скажем. Не знаю, я как бы, нет, я как бы просто верю в Бога, и как этот праздник много для меня значит, поэтому я здесь. Для меня это торжество, жизнь, что и наша Царица Небесная, она не умерла, она жива, она есть, она помогает, и мы молимся всегда и просим ее спаси нас и сохранить, Царица Небесная. По окончании литургии состоялся крестный ход и славление перед плащаницей Успения Божией Матери. Продолжение следует...